Вас приветствует команда Wolfix. Хотим представить вашему вниманию модуль Market Replay. Данный модуль позволяет тестировать стратегии на истории, используя все инструменты объемного анализа. И в данном видео мы подробно ознакомимся с функционалом этого модуля, а также разберемся как его использовать. Market Replay полностью реализован в самих графиках, а также в Time and Sales, TradingDom и MarketWatch. Найти Market Replay можно в разделе Кампанет главного окна MarketWatch. Открываем его и дополнительно к Market Replay откроем один из графиков. В график необходимо перевести режим Market Replay, Setup, Market Replay. Далее вбиваем тикер, выбираем таймфрейм, тип графика и возвращаемся к окну Market Replay. Здесь мы выбираем дату начала тестирования, например, 23.05. Выбираем количество дней, за которые будем торговать на истории. И далее добавляем инструмент. Отметим, что одновременно можно запускать симулятор на пяти инструментах. То есть в этом же окне добавляем и другие интересующие нас инструменты. И соответственно для каждого из выборных инструментов открываем свои графики. И отдельно стоит упомянуть о кнопке ReplayDom. Данная функция загружает и воспроизводит историю глубины рынка. То есть без нее стакан будет недоступен. Поэтому если для торговли вы используете стакан, активируем ReplayDom и нажимаем Start. Итак, видим, что пошли кассировки. С 17.00 это начало торговой сессии на Чикагской товарной бирже на 7. В окне Market Replay мы можем регулировать скорость потока данных. Например, в 2 раза, в 4, в 5 и так далее. Также можем проматывать определенные интервалы времени. От минуты до 12 часов. Например, выберем 6-часовой интервал и нажимаем Forward. И видим, что время у нас промоталось на 6 часов вперед. Для того, чтобы перейти к торговле, необходимо окно перевести в торговый режим. Для этого активируем кнопку Trading в шапке окна. Итак, левая ценовая шкала у нас предназначена для работы с уровнями. А правая ценовая шкала у нас предназначена для работы с ордерами. Здесь мы можем выставить, либо отменить ордера. Например, откроем сделку. Market. И к уже открытой сделке мы можем добавить отложенные ордера. Stop Loss и Take Profit. Для этого нажимаем Add Bracket. И добавляем Stop Loss и Take Profit. Вот наш Stop Loss. Вот наш Take Profit. Дополнительно к графику мы можем также открыть Time & Sales. Открываем данный модуль. Переводим окно в режим Market Replay. Выбираем инструмент. И нажимаем Apply. Одновременно с графиком мы также можем анализировать Time & Sales. И таким же образом можем открыть Trading Dom. Переводим окно в режим Market Replay. Выбираем инструмент. И нажимаем Apply. И видим нашу открытую сделку. Стакан уже можно активировать в левом верхнем углу окна. Далее для начала закроем нашу сделку. И вернемся к окну Market Replay. После завершения торговли мы можем экспортировать все наши сделки на ПК и проанализировать их уже в таблице Excel. Таким образом, во вкладке Positions мы видим все закрытые сделки. Здесь у нас есть такая информация, как сторона сделки, результат сделки в долларах, результат сделки в пипсах, объем, комиссия, цены открытия и закрытия, просадка в цене инструмента, а также просадка в проценте от цены инструмента. А во вкладке Trades мы можем найти все исполненные ордера. На этом все. Если у вас есть какие-либо вопросы по данному модулю, можете смело обращаться в нашу техподдержку. Будем рады помочь. Контакты будут в описании под видео. Благодарим за внимание. Хорошего дня.